всем здравствуйте с вами на связи елене манатяну я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим тему кто я и какова моя задача на сейчас данную тему предложила тату я благодарю ее за идею к этой теме к этому раскладу так у нас будет с вами три позиции и не буду мешать камешки пускай они будут так как они есть это зелененький красненький голубенький 1 2 и 3 позиция напоминаю что следующая пятничная а цель через две недели прошу записываться вас заранее не пишите меня по пятницам в этот день места нет и я принимать все равно никого не буду поэтому если вопрос прям очень горит вы можете записаться на платную консультацию вся информация консультация моих услугах обучение и так далее и так далее есть в описании к этому видео ко всем другим вся необходимая информация и так надеюсь вы определились со своей позиции и мы приступаем позиция номер один кто я кто я кто я человек с безграничной открытой душой даты человека человек рубаха парень до свой человек человек с прекрасным чувством юмора легкий на подъем веселый даже если вы не умеете допустим шутить либо над вашими шутками а те все они все их понимают они все смеются но однозначно чувство юмора у вас развита вы можете с одинаковой с одинаковым чувством смеяться как над собой да над своими ошибками своими неудачами так и на другими но с хорошей точки зрения человек у которого легкие вам легко идти по жизни не то что ваши на вашем пути нету трудности и сложности а вы преодолеваете просто достаточно легко вот ваш подход к жизни он и отношение к жизни достаточно такое легкое я могу сказать что это связано с тем что вы очень многое в себе проработали и здесь по этому аркану здесь идет такая энергия что были было очень много сложности было трудности на вашем пути когда-то вы очень близко все принимали к сердцу и сейчас может быть какие-то моменты но очень маленькие вот ваше отношение знаете после имея огромный багаж и опыт за своей спиной вот ваше отношение к жизни она поменялась вы стали относиться к вещам намного легче не потому что стали безразличными а потому что вы понимаете смысл жизни вот здесь вот такое ощущение что по первой позиции проходят люди которые многое осознали и поняли что вот не не нужно включать эмоции на любые какие-то сложные ситуации то есть здесь идет информация о том что если раньше вы были достаточно импульсивны до сначала действовали а потом думали то со временем вы не то что стали больше думать а потом действовать а просто берете паузу здесь человек который когда не знает что решить как и как как принять правильное решение просто берете паузу как говорится утро вечера мудренее на свежую голову легче а мыслиться то есть вы не то что контролируете свои эмоции а здесь какой-то более мудрый подход к жизни да вы уже намного чаще смеетесь над собой смеетесь над своими ошибками намного легче вы знаете стали более легкими на подъем да то есть вы понимаете что не то что жизнь проходит а здесь какое-то такое переосмысление было и вы как будто бы поняли что очень многое теряли раньше в своей жизни из-за своего характера и из-за отношения к жизни и вот здесь вот как будто бы произошли перемены когда вы стали если раньше например вы полагались как-то на людей на какую-то на какие-то внешние факторы сейчас такое ощущение что вы осознаете что есть только вы и и мир и как с ним просто взаимодействовать вот как-то здесь очень достаточно глубокий подход у вас в жизни стал вы любите свободу вы любите передвигаться любите знаете здесь даже иногда зависать но вот пустота которую который вам нравится в которой вы зависаете она должна быть легкая она не должна вас обременять здесь бывают такие моменты когда вы знаете вот просто сидите не знаю может быть где-то кофе пьете да может быть на балконе сидите смотрите в никуда и вот получается удовольствие от жизни наслаждение стали больше радоваться как-то знаете ну здесь вот кайф и удовольствие идет от жизни проще проще стали относиться к жизни здесь человек который вы уже в тот момент когда начинает вас бывают сложные периоды когда вы начинаете себя накручивать у вас уже раньше это было а сейчас вы уже в самом начале вы славливаете этот момент и останавливаете этот процесс и на самом деле это здорово то есть раньше вы жили как будто бы в каком-то мире придуманном выдуманном да вот достаточно иллюзорным очень много переживали за то чего еще даже и не было а сейчас вы как-то вышли на новый уровень что ли своей осознанности и в тот момент когда вот какие-то негативные мысли у вас появляются да либо какие-то волнения переживания вы в самом зачаточном моменте когда только эти мысли появляются вы их славливаете и сразу останавливаете вы уже научились справляться с этим перестали себя накручивать и пугать здесь такое ощущение что вы как будто бы поняли себя и смысл жизни вы нашли какое-то как-то знаете вот помирились как будто бы с собой смогли и не то что здесь лавировать да в ситуации а вот какая-то знаете тонкая грань у вас есть между двойственностью то есть вас уже не бросает как на качелях не катает из и бросает из одной стороны в другой да и не катает вас на качелях а вы уже смогли научились как-то лавировать знаете вот по грани идете и и ну вот как знаете вот как будто бы не то что интуиция здесь вопрос не в интуиции что на вас раздаст здесь вы четко как будто знаете вот есть ясно знание вы уже знаете куда вам идти что он делать да где можно притормозить а где наоборот а ускориться вот здесь мы начали понимать в жизни вы начали больше ей радоваться может быть относитесь к людям которые как-то вот по-детски безответственные до могут быть но вы к нему же стали относиться снисходительно потому что перестали все контролировать своей жизни и поэтому более лояльны к людям которые вот раньше они вас раздражали да раньше вас бесили вот и люди которые достаточно поверхностные не глубокие потому что у вас есть присутствует глубина и и а сейчас как будто бы что-то поменялось вас и вы стали понимать что на самом деле вот иногда подурачиться повеселиться как-то посмеяться над собой над своими неудачами намного легче так жить да проще и в этом и есть краски так глубина которая вам нравится и вот вы как-то смогли договориться с собой что ли помириться сами собой да вот вот нашли как будто вы знаете вот свою душу да стали вам стало больше понятно понятнее да какие ситуации с вами происходит вот это вот причина-следственная связь с чем это связано почему то есть вы уже меньше как будто вы уходите в сторону от своего пути и намного меньше уже присутствует вот этих вот состояний потерянности до потерянности души не знаю куда иду и что делать вот таким человеком вы стали на данный момент если вам отзывается да это описание то тогда давайте мы посмотрим какая ваша задача на данный момент у вас на данный момент задача во-первых определиться с тем путем куда вы пойдете сейчас и и вы уже научились доверять себе как я ранее сказала да и вот здесь вот здесь такое ощущение что вы занимаетесь как будто бы исцелением да каких-то своих ран то есть вот здесь знаете как идет какое ощущение вот то описание вас которое я говорила да оно либо сейчас вы его проживаете либо в недавнем прошлом это было то есть сейчас задача исцелить да исцелить самих себя либо вы находитесь уже в завершении этого исцеления то есть вот это вот внутренняя борьба ваша была именно с какой-то невинностью с какой-то детскостью то что вы как будто бы вот не принимали да не принимали я говорила ранее вы не принимали людей которые поверхностные да а сейчас вы это учитесь делать либо уже научились делать почему потому что вы либо учитесь либо уже научились принимать своего внутреннего ребенка здесь наверняка вы работали с какими-то вашими детскими детскими травмами да вот своего ребенка и именно отслеживая во внешнем мире да вы можете посмотреть то есть если у вас есть принятие людей которые на ваш взгляд не так глубоки не так мудры ведут себя как-то поверхностно если ваше отношение к ним оно стало уже достаточно таким спокойным ровным вот снисходительным это показатель того что вы себя проработали здесь такое ощущение что вы либо ищете сейчас путь реализации себя вот ваша задача на данный момент после проработки вы уже будете понимать да кто из вас проработал если проработал значит следующий этап именно реализации своей души реализации как говорится своего предназначения то есть вы как будто бы ищите да вот идете по зову своей души что она хочет в каком направлении мне двигаться да больше прислушиваетесь к своим желаниям да к своим мечтам хотите реализовать их но прежде вам нужно четко нащупать вот это что что вы хотите да в каком направлении вам двигаться вот здесь вот здесь просто две категории людей одни которые еще борются со своим ребенком внутренним да с какими-то своими ранами с недоверием с болью которые когда-то причиняли а другие уже исцелились и идут уже на следующий этап на этап именно раскрытия себя вот знаете когда в душе спокойно хорошо да у вас появляется четкое понимание вот это вот яснознание четкое понимание а куда мне надо дальше идти и вот ваша задача просто как говорится сидеть и слушать куда вас ваша душа поведет а ведет она вас на основе вот каких-то ваших желаний да которые вот возникают вот здесь в области в области сердца вот неожиданно появляется какая-то идея какая-то мысль и желание получить опыт да я хочу это сделать причем у вас появляется движение ну не только желание как мечта а именно побуждение к действию вот это то что у вас сейчас происходит знаете вот у вас появляются идеи желания хочу сделать я не знаю может быть кто-то хочет путешествовать вот здесь вот должно быть какое-то расширение выйти за рамки того привычного что вы ранее делали у вас могут появляться какие-то необычные желания я не знаю может быть вкусовые какие-то попробовать блюда которые вы раньше не пробовали может быть сходить куда-то куда вы раньше не ходили поменять стиль одежды вот что-то здесь проявляется вот какая-то новизна исходя из того что вы ранее этим никогда не занимались вот в этом направлении вам нужно двигаться то есть ваша душа желает знаете вот именно широта то что я сказала широта вашей души вот здесь вот как раз широта это и появляется то есть я хочу вас знать и у вас дается и ресурс на это и ваша наполненность стала намного больше потому что вы успокоились вот вы помирились внутри себя самим собой у вас появился больше потенциал этот потенциал нужно реализовать и вот ощущение которое у вас будет появляться что я хочу это попробовать у вас будет вот эти вот желания попробовать и будет достаточно много и ваша задача на данный момент просто опробовать не включайте свои головы для чего и почему просто опробуйте в процессе вы поймете для чего вам это дано может быть на данный момент не совсем понятно 타 почему вам жизнь, судьба предлагает какие-то такие не совсем понятные вещи, надо попробовать. В процессе вы, может быть, чуть дальше, чуть позже, вы поймете, для чего вам давались эти возможности. Здесь вот желание прям что-то попробовать, попробовать, я не знаю, может быть, съездить в те места, в которые вы раньше не ездили, сделать то, чего вы ранее не делали. И это не обязательно будет какое-то, знаете, глобальное. Это может быть что-то такое маленькое, может быть, давно хотели, я не знаю, съездить как-то на речку, может быть, здесь давно хотели прогуляться, может быть, здесь кто-то хотел заняться танцами, спортом, вот здесь даже не спортом, а танцами, но только здесь какие-то, я не знаю, не практики, а вот здесь вот как что-то такое, я вижу, женщины, у которых длинные юбки, может, юбки хотели длинные носить, никогда не пробовали, все время были в спортивной одежде. Вот что-то здесь, какое-то такое выдвижение, может быть, побольше побывать в обществе каких-то определенных людей, да, понятий, вот что-то здесь такое, как-то растите через нечто новое. Вот это вот ваша задача на данный момент по первой позиции. Много наговорила? Ладно, посмотрим, да, вы мне напишите, какие у вас желания появляются. Когда у меня вот так вот у нас чешется, это значит, учителя с тонкого плана меня хвалят. Вот, такое у меня бывает при раскладах всегда, когда я беру карты в руки. Видимо, потому что именно в этот момент я на это обращаю внимание. Хорошо, а мы с вами переходим к позиции номер два и красному камешку. Кто я? Давайте посмотрим, кто у нас здесь сигнификатор людей по второй позиции. Кто я? Здесь, знаете, вообще сегодня мне не хочется говорить чего-то негативного, потому что настрой такой. Вот, и у меня почему-то все негативные карты сегодня считываются в позитивном ключе. Такое ощущение, что вот если бы они были перевернуты. Здесь люди, которые боятся двигаться, но вы движетесь. Вот, вами движет на самом деле страх. Есть категория людей, которые, наоборот, когда чего-то боятся, страх является для них тормозным каким-то аспектом, да, замирания. А есть люди, например, наоборот, когда чего-то боятся, они начинают убегать. Да, то есть, либо начинают что-то делать, это их мотивирует на движение. Вот вас, эта карта говорит о том, что страх вас мотивирует на дальнейшее движение. В НЛП есть метапрограммы, и их несколько. Вот одна из метапрограмм говорит «мотивация от» и «мотивация к». То есть, мотивация от – это когда мы убегаем от чего-то, да, то есть ставим цели не для того, чтобы прийти к цели, а для того, чтобы что-то, ну, от чего-то убегаем. То есть, например, когда человек хочет похудеть, мы спрашиваем, да, для чего ты, допустим, хочешь похудеть? Человек говорит «я хочу похудеть, чтобы не быть», да, то есть от того, отталкиваясь, кем я была ранее, да, чтобы не быть толстым. Вот такая вот мотивация. А есть люди, у которых мотивация «к», то есть они стремятся, почему ты хочешь похудеть, да. И вам человек скажет «потому что я хочу быть вот стойной, я хочу быть красивой». То есть причина не в том, от чего я хочу вжать, а к чему я хочу идти. Вот в вашем случае у вас идет мотивация «от», то есть вы, вас движет то, чем вы не хотите быть. Еще раз скажу, есть люди, которые к чему-то хотят прийти, да, то есть их мотивация «я хочу быть этим человеком», да, таким человеком, либо иметь такую ситуацию, такую вещь. Вот вас мотивирует именно не быть, да, то есть вы оценку делаете как будто бы на прошлое. Да, я не хочу жить так, как было раньше, я не хочу быть тем человеком, кем я был раньше. И поэтому вот в вашем случае данный момент, вот страх, вы как будто бы убегаете от чего-то, и это является вашим продвижением, это является вашим прогрессом. То есть те перемены, тем человеком, которым вы хотите стать на данный момент, а вы хотите стать солнечным, ярким человеком, человеком достаточно позитивным. Может быть, вы являетесь таким человеком, но вы долгое время либо не проявляли себя, либо не осознавали, что вы есть такой человек. И вот сейчас ваше движение вперед, оно не потому, что вы хотите стать таким человеком, а наоборот, от обратного, от того, что вы устали быть серым кардиналом, вы устали быть в какой-то кабале, вы устали быть тем, кем вы не являетесь, да. Да, вы устали быть, возможно, постоянно обращать внимание на какие-то трудности, на какие-то сложности, возможно, наоборот, вам хочется какой-то легкости. И вот здесь вот как раз-таки вот эта вот мотивация, что всё, здесь люди по второй позиции приняли решение, что то, как было раньше, я уже не хочу. Уже так не будет, уже будет по-новому. И это достаточно серьёзное решение, потому что часто мы принимаем решение, но в процессе нам не хватает решительности. Решение принимаем, а решительности, да, нам не хватает. И мы всё равно словесно говорим, что да, я поменяюсь, либо да, что-то буду делать в своей жизни, но через какое-то время бросаем и не делаем. Вот этот вот нос у меня сегодня, пока я не закончу расклад, ой, как алкаша, вот с красным носом. Вот, поэтому по второй позиции здесь проходят вот такие люди. Вот вы как будто бы вышли из тени, да, из тени, и своей собственной тени на данный момент через какую-то конфликтность, да. То есть вы, если в первой позиции люди помирились сами с собой, да, приняли какую-то часть, то у вас как будто бы такое ощущение, что долгое время что-то копили в себе, молчали, да, как-то подстраивались под других людей, как-то бездействовали. Вот здесь вас прорвало. Вот здесь сейчас такой вот период у вас, прям все четыре карты такие, в таких красках, в желто-красных, да, таких огненных достаточно. Здесь у вас прорвало, здесь у вас появилось желание, вы как будто бы проснулись, и у вас включился моторчик, и вы говорите, все, теперь я хочу жить так, как я хочу, я буду реализовывать свои желания, я буду реализовывать свои какие-то возможности, свой потенциал. Вот вы проснулись. Я вот в прямом смысле, либо в переносном, да, метафорическом смысле, у вас здесь есть просыпание, какой-то новый этап в вашей жизни, обновляющий этап в вашей жизни. Здесь, возможно, у вас открылись какие-то способности, здесь вознужно время пришло, вы очень хорошо потрудились и отрезали то, что через какие-то прохождения, каких-то серьезных достаточно уроков, может быть, даже долгосрочных уроков. Долгое время что-то у вас не ладилось, что-то у вас было не совсем так, как нужно. И вот здесь вот вы как будто бы это отрезали и пошли в новое. Вот такие у меня люди по второй позиции. А теперь, если это созвучно с вашей позиции, то давайте, ну, с вами, давайте теперь посмотрим, какова ваша задача на сейчас, какова же ваша задача на сейчас, сейчас, выпали две семерки, семерки. Семерки. Здесь, знаете, сейчас у вас какая-то задача, вот раньше вы либо долго ждали чего-то, да, либо были в позиции вот постоянное ожидание, либо вкладывались и не получали каких-то результатов. Вот сейчас такая у вас задача как будто бы обороняться от всего этого. То есть, например, как только вы ощущаете, что либо человек, либо какая-то ситуация вводит вас в состояние паузы, вот вам нужно от этого обороняться, да, то есть защищаться от всех каких-то ситуаций непонятных, где есть ожидание, да, где вы не будете видеть никакой результат, вот от этого надо будет как-то огорождаться на данный момент. Да, здесь вы, здесь как раз-таки ваша задача именно понимание себя, своих, но себя в контексте своей собственной силы, да, в контексте своих способностей. У вас сейчас период такой, когда вы закручиваете колесо фортуны именно в белую сторону, да, в позитивную какую-то, да, когда вы являетесь причиной того, что с вами происходит. То есть не ситуации с вами происходят вот так просто потому, что случились, нет, а вы как будто бы уже становитесь главным человеком, да, вы принимаете решение, вы берете бразды управления в свои руки и двигаетесь дальше по жизни. Вот у вас здесь раскрывается какой-то ресурс ваш внутренний, вы становитесь сильнее, а отсюда у вас вот что-то вы обрезали явно в прошлом, может быть, это даже люди, да, вампиры какие-то, которые забирали у вас вашу энергию, и здесь вы отрезали, возможно, этих людей, либо какие-то ситуации, которые были долгосрочные, да, вот очень долго тянулись здесь, ощущение того, что вы вот это вот все отрезали, и тем самым к вам вернулась ваша энергия, которую вы вкладывали раньше в людей, вот отдавали, да, вампирам, либо непонятным ситуациям. И сейчас у вас прилив сил, у вас прилив энергии, и вот ваша задача сейчас понять, куда вы можете вложить вот свои ресурсы, куда вы можете вложить вот эту вот свою силу. У вас здесь сила появилась, да, вам нужно вот взвесить все, все за и все против, и принять решение, куда вы хотите дальше двигаться. Такое ощущение, что вот вам сказали, вы долгое время что-то решали, а потом вы оказались на перекрестке. И вот на этом перекрестке высшие силы вам сейчас говорят, выбирай путь, причем выбирай самостоятельно, куда пойдешь, вот тебе там особ, вот тебе волшебная палочка, определись с выбором, куда пойдешь, и взмахни палочкой, и это все реализуется. Вот вам нужно будет понять сейчас именно, куда, какой путь вам выбрать для того, чтобы реализовать ту силу, вот тот прилив энергии, который у вас появился. Но здесь есть такая небольшая ловушка в том, что когда у вас появляется вот эта вот сила, дополнительная энергия, вы, и если у вас нет больших целей глобальных, да, меч на то, что бы вы хотели реализовать, потому что долгое время вы привыкли отдавать свою энергию вампирам, сейчас этих вампиров нет, потому что, в принципе, они являлись вашими помощниками, да, забирали лишнюю энергию. Сейчас у вас пришло осознание, что нет, я не хочу так жить, значит, дополнительный ресурс, который вам дали в высшие силы, то есть это ваша же сила, да, внутренняя, которой вы стали наполняться здесь, может быть так, что, а теперь я не знаю, что мне выбрать, а теперь я не знаю, куда мне пойти. И вот это вот может вас ввести в некую такую апатию, да, состояние, что вот я уже все попробовала, я уже не знаю, мне уже, в принципе, не хочется. Это, условно говоря, напоминает тот момент, когда у человека есть безденежье, и пока у него есть безденежье, приходят какие-то идеи, мысли, что бы я хотела купить, да, куда бы я хотела потратить деньги, вдруг неожиданно какая-то прибыль к краске на ту сумму необходимую, и я в рассветленности, да, не знаю, а что теперь делать с этими деньгами, достаточно больше, чем мои цели. Вот здесь вот человек падает в уныние, в некое такое вот апатическое состояние, и он не видит возможности, куда же реализовать, да, куда же мне дальше двигаться. Вот поэтому здесь вот эта вот ловушечка, имейте в виду, вам нужно сейчас вкладывать все ваши силы, усилия именно в удовольствие, да, чтобы наполнять еще больше, еще больше себя. Для чего? Для того, чтобы не было вот этого застоя, для того, чтобы не было апатического состояния. Поэтому чем больше сил у вас есть, чем больше ресурсов есть, вкладывайте то, что вам будет приносить удовольствие. То, что вас, например, забирает ваши силы, это вы все отсекаете, тем самым вы начнете аккумулировать удовольствие, и вот на этих энергиях вы поймете в дальнейшем, куда вам нужно вкладываться. Поэтому сейчас у вас новый принцип вашего существования должен заключаться в том, что я живу в удовольствии. Все то, что не приносит мне удовольствия, я буду это отсекать. Все то, что... А вот здесь вот, знаете, для себя не может вам казаться, что будет нарушен баланс, да, между отдавать и брать. Это вас не должно пугать. Просто вам нужно немножечко выровняться. Вы долгое время отдавали, отдавали, отдавали. Вот. А сейчас вам нужно больше фокусироваться на себя и наполнять себя, да, вот. И чем больше вы будете себя наполнять, тем больше вам нужно будет расширяться. Ваша емкость должна быть намного больше, чтобы потом вот этот вот баланс между отдавать и принимать, он был в равновесии. Просто сейчас вы достаточно опустошены, вот. И должны научиться работать на более высоких энергиях в удовольствии. Поэтому отсекаем все то, что не приносит вам удовольствия. И вот с этим вы должны будете научиться. Конечно же, это новый этап. На первых порах вы будете не уверены в этом, да, будете периодически зависать, будете периодически уходить в бездействие. И помните, я вам говорила, этого делать не нужно. То есть, остерегайте ловушек в ожидании, ловушек, где надо сидеть бездействовать, когда нету сил. Вот прям вытаскивайте себя. Вытаскивайте себя самостоятельно. Прям ищите удовольствие. Даже если вдруг какой-то момент вам хочется полениться, ленитесь в удовольствие. То есть, ваша задача на данный момент научиться получать удовольствие для себя. Не для кого-то, для себя. Вот такая вот у нас была с вами вторая позиция. И красный камешек. И мы переходим с вами к позиции номер три и голубому камешку. Итак, позиция номер три, голубой камешек. Кто я? Смотрим, кто вы по третьей позиции. Если совпадает, то дальше в описании посмотрим, какова ваша задача на данный момент. Итак, сначала описание. Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Человек, который начал абсолютно, пошел в новые берега. Человек, который преодолел свои страхи, оставил позади какие-то свои привычки, убеждения. Человек, оставивший позади. Знаете, вот здесь вот вы как-то преодолели себя. Преодолели. Они долгое время не могли идти в новое, боялись, издали как. Я извиняюсь, да? Я уже сказала, и во второй позиции, и в первой позиции, и в первой позиции, и у меня весь расклад, но сейчас, это так, это, мои учителя, сколько плана меня валят. Ой, русского. Здесь люди, которые смогли, нашли в себе силы, стали победителем, преодолели свой страх. Страх пойти в новое, страх двигаться в то, чего вам ранее было неизвестно. Страх, а знаете, пойти вот именно в какое-то удовольствие, наслаждение жизни, как-то здесь, может быть, кому-то показаться, что это эгоистично, но вот вы как будто бы получаете сейчас больше удовольствия для себя, наполняете себя. Да, возможно, ранее отдавали много, да, как-то вот для других, для людей, может быть, да, и очень мало делали для себя. И вот то, куда вы пошли сейчас, это вас наполняет, это вас исцеляет, это приносит вам колоссальное удовольствие. Еще раз скажу, повторюсь, скажу, что, возможно, со стороны это будет казаться, что вы сейчас достаточно эгоистичны, но вас это не должно беспокоить ничуть. Почему? Потому что за вами сейчас наблюдают, не знаю, ваше окружение, люди наблюдают ваши перемены, и здесь такое ощущение, что вам как будто бы, вот вы расслабились, и вам стало наплевать то, что скажут другие люди, как они вас будут оценивать. И вот эти вот перемены, которые у вас происходят сейчас, они вот к диковину в вашем окружении, то есть здесь такое ощущение, что человек стал абсолютно другим. Вот вы сбросили какой-то груз с себя, может быть, позволили себе, либо позволяет себе делать то, чего ранее не позволяли, разрешает сделать себе то, что ранее не разрешали. Может быть, совершили какой-то поступок, который давно хотели сделать, но все никак не могли сделать. Состояние, которое я здесь считываю, оно напоминает то, когда, знаете, вот у нас буквально вчера-позавчера было 38-39 градусов, это была неимоверная жара, при том, что есть влажность. И вот как только начинает немножечко солнце сходить, и есть возможность наполнить холодную ванну, вот входишь, да, с этой жиры в эту ванну, прохладно, это такое удовольствие, такое расслабление, тебе абсолютно все равно, да, что потом тебе придет счет за это вода, за то количество воды, которое ты потратил. Вот здесь вот, либо, я не знаю, вот это вот, когда жарко, опять-таки, да, входишь и в море, всегда, когда на улице жарко, море, оно всегда холодное, особенно по утрам, есть вот контраст всегда в погоде, в температуре. И вот эта вот разница, когда очень жарко, и ты входишь в вот эту вот прохладную воду, она приносит тебе удовольствие, вот это вот высвобождение, расслабление. Вот у вас сейчас происходит именно такой момент, когда вы получаете удовольствие для себя. Ощущение, что вы как будто бы начали жить для себя, вдохнули именно жизнь полной грудью для себя. Здесь произошла какая-то ситуация, какой-то момент, и вот момент высвобождения. Я не знаю, что это за узы могут быть, может быть, из-за того, что кому-то здесь, да, подходит то, что границы открылись, и вот как-то вот я могу выйти, да, потому что я чувствовала моральное какое-то вот давление на себя в этом закрытом замкнутом помещении. Вот здесь вот действительно картина, как будто бы белого голубя выпустили на свободу. Вот здесь вот птицу выпустили на свободу, и она наслаждается. Вот здесь вот ваше состояние именно такое. Да, я все поняла. Вы здесь проработали какие-то зависимости, да, по дьяволу. Здесь были зависимости по материальному какому-то плану, да, какие-то сложности, может быть, были материальные. Также какие-то обязанности у вас были, кому-то слово дали, сказали, что я обязательно это сделаю. Вот, и вот здесь завершение, да, как будто бы с кем-то рассчитались, дали долги, дали то, что обещали. Кто-то вышел из зависимости, да, либо зависимых отношений, вот как-то вас искушали, проверяли. Вот это вот все завершилось. Завершилось, и в конечном итоге вы вздохнули и перешли на другой уровень. Кто-то наконец-таки поверил в себя, в свои силы и в свои способности. В свои способности кто-то, наоборот, раскрыл какие-то новые способности в себе, от которых давно-давно, вот это были ваши дары, но вам почему-то вы боялись этого, боялись раскрыть в себе, боялись принять это. Какие-то способности, которые у вас были давно, это не приобретенные, а здесь врожденные эти способности, вы почему-то от них убегали. Сейчас вы их просто приняли, как-то успокоились, и, может быть, даже если кто-то и не принял, то уже более спокойно ко всему относитесь, и вы увидели вот в этой способности, в этом даре что-то позитивное для вас, и вам стало нравиться. Вы стали уже не сопротивляться этому, а наоборот получать удовольствие. То есть уже появилась какая-то заинтересованность, уже появился какой-то некий интерес. Вот такая вот у нас третья позиция. Если то, что я описала вам созвучно, смотрим дальше. Если это про вас, то какова ваша задача на сейчас? Построение. Построение чего-то нового, да, работа над своими способностями, а улучшение, знаете, вот шлифовка каких-то своих качеств, то, над чем вы работали. Дважды вышел аркан умеренности, говорящий о том, что здесь вот именно вы смогли найти золотую середину. Золотую середину как-то вот успокоили себя. Вы не то, что запрещали себе, а наоборот, то есть не уходите из крайности в крайность, да, уже, а просто научились позволять, разрешать себе то, чего вы ранее не разрешали. То есть какие-то вот запреты, вы их убрали. И поэтому ваша задача развивать именно, расширять вот эти вот границы, да, продолжать шлифовать свои навыки, свои способности, уйти от тех разрушений, которые у вас были, и пойти, невзирая на те трудности, на те сложности, с которыми вы столкнетесь на своем пути. То есть вам будет трудно, вы будете это все преодолевать какие-то сложности, но вы вышли на новый путь, какой-то новой цели. А цель ваша, она действительно нова, потому что дважды вышла шестерка мечей, говорящая о том, что мы оставляем свои привычки, оставляем свои убеждения позади и двигаемся неизвестно. Неизвестно, действительно неизвестно. Это не то, что старые песни по-новому, нет, а это действительно новое, да, то, что вас пугает. Возможно, вы научились идти именно в страх. Причем это у вас было ранее, да. У вас уже такой опыт есть, то есть то, что вам боязно, вы уже понимаете, что глаза боятся, а руки делают. И вот это вот у вас уже начинает постепенно работать. Да, я боюсь, да, я переживаю, я волнуюсь, но я все равно это сделал. И ваш путь стал как-то, знаете, более... Вы приобрели некую такую мудрость на своем пути именно через преодолевание страха. То есть даже какая-то цель стала, да, то есть я буду идти туда, куда, там, где страшно. Потому что я получаю удовольствие, когда побеждаю самого себя. То есть чем страшнее, как говорится, да, тем лучше. И это ваше развитие. То есть ваша задача сейчас именно понять, что ваше развитие, если оно вам действительно нужно и необходимо, вы выбираете этот путь, потому что через него становитесь мудрее. Оно связано с тем, что вам нужно идти как раз-таки туда, где вам поездно. Как раз-таки туда, где вам страшно. Там вы будете получать, там вас ожидают ваши пряники. Да. Именно какие-то развития ваши будут связаны с тем, что будут меняться ваши взгляды на жизнь, да, какие-то ваши убеждения. Вы будете более лояльны к людям, к их мировоззрению, да, к их взглядам. И вам уже будет, знаете, интересно, то есть и раньше, возможно, вы это не принимали, когда видели, что у людей есть другие взгляды. А сейчас вам даже становится любопытно. То есть есть еще и такая точка зрения. Почему-то ранее я ее не замечала. А давай-ка я ее перепроверю, да. То есть здесь будет включаться какая-то такая любознательность, и у вас будут расширяться границы. Вы будете, знаете, более решительным. Вы будете более решительными, и это поможет вам идти в новое. Вот здесь вот, если мы говорим о том, в чем именно поменялось, поменялся ваш характер, либо какие-то качества, да, то вот именно ваша задача на данный момент изменить качество вашего характера, именно понять, что такое страхи. Это задача, с которой вы работаете. И для того, чтобы понять, а что такое страх, да, что это за убеждение на самом деле, почему я это боюсь. Вот ваша задача познать это через преодоление этого страха, через взаимодействие со страхом. Поэтому вот ваша задача идти туда, где страшно. И для этого у вас есть сейчас как раз такие силы. То есть вот тот процесс, когда я описывала, да, когда вы вышли из каких-то зависимостей, с этим совсем поработали, и вот расширили себя, у вас появился потенциал, вы наполнили себя, и вот на этом потенциале, на этой силе, на этой энергии у вас появляется решительность. То есть вы знаете, как это, к пьяному морю по колену. И мне уже ничего не страшно, я уже иду туда, куда бы я раньше ни за что не пошел, да, по пьянии пошел и прыгнул с парашюта. Раньше бы никогда не прыгал, а сейчас, а что такое? А потом уже понял, да, как пробрезвил. Ну, сразу со страха, что, а зачем я это сделала, да, зачем мне это надо было, вот иначе бы я и не сделала. Вот здесь вот как-то так, то есть у вас появляется решительность, вы становитесь более решительным человеком, на своем пути. Вы уже не трусы. Вот что самое важное на данный момент. И это только потому, что то, что вы сделали ранее, да, то, что вы преодолели какой-то маленький свой страх, и запустили вот именно вот этот весь процесс, стали больше получать удовлетворение, наслаждение, удовольствие. И вот на этом удовольствии, вот это и есть момент опьянения, да, а иное состояние, измененное состояние, в этом измененном состоянии удовольствие вы входите в поток. И на своем вот этом вот состоянии в потоковости, да, когда мы говорим, потоковость вас выносит как раз-таки, в абсолютно новой ситуации, и вы помогая самим себе, будучи более решительными, да, идете в абсолютно новое, и это новое, во что вы идете, оно намного удачнее, счастливее, здесь и финансовое благополучие, ну и однозначно, да, это ваше новое будущее, новое будущее то, о чем вы мечтали, вот долгое время я говорила троечкам, что все никак не могли перейти порог, порог нового, да, шаг вперед, два назад, шаг вперед, два назад, а здесь вы прошли точку невозврата, это если говорить проще и одним словом. Вот такая вот у нас была и третья позиция, там времени, вот, жду вашей обратной связи, ну, как я и предполагала, весь расклад у меня чесался в нос. Чувство юмора, иной раз, учителей с тонкого плана, вот, английский юмор, это скорее всего про учителей, да, вот им смешно. Когда у тебя дождь чешется, боже, красный нос, вот, вот такой вот у нас с вами был сегодня расклад, я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, за мое прекрасное настроение, которое я хотела вам передать, надеюсь, вам расклад понравился, я благодарю, также еще раз повторно скажу Тату за идею к этому раскладу, жду вас на пятничных акциях, помните, что записываемся заранее, не в день проведения акции, а следующая акция будет через неделю в пятницу, а я с вами прощаюсь, пока-пока.